всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать новичков гостей на своем канале добро пожаловать за хотите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков уже очень много и для вашего удобства не собраны небольшие коллекции под названием плейлистов надеюсь видео вам понравится не забывайте ставить лайки обязательно комментируйте подписывайтесь на канал чтобы его не потерять нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда на канале появляются новинки своим постоянным зрителям подписчикам подписчицам отдельный привет я сегодня к вам с новым узорчиком но с ниточками с которыми мы уже работали новички кто еще не работал кто возможно боится с такими точками работ это не реклама просто показываю какими ниточками вижу я и так alize angora gold называются они семь ли большое уточнение семь ли идем дальше здесь получается в 100 граммах находится 500 метров состав 75 процентов акрил 20 процентов 6 и 5 процентов металлическая ниточка видите как они блестят на счет этой ниточки дальше нам советует производитель берите крючок от двоечки до четверочки я эти ниточки вяжу троечкой мне все устраивает по моей плотности вязания вы подбирайте под свою плотность вязания а также если вы берете другие ниточки а вы можете брать другие ниточки не обязательно какие у как у меня обязательно смотрите вот такую же нотацию где написано какой вам советует крючок идем дальше цвет сразу скажу нам на камеру передается не такой цвет передается на камеру синий а на самом деле он ближе такой вот темно-синий джинсовый очень красивый посмотрите цвет называется 40 так и нам советуют как бы в принципе ждана ниточки хорошо смотрится в шалях палантинах накидках но как всегда говорю не ограничивайте себя вяжите все что душе заблагорассудится можете и кофточки и кардиганчики и так далее и так далее ну что свяжем и так смотрите ниточка сама по себе видите вот так вот я распутываю нас из трех ниточек акрил шерсть и металлическая ниточка и вот небольшие ворсиночки эти ворсиночки могут цепляться и поэтому новички не беритесь сразу же маленький крючок со временем вы перейдете на маленький крючок а пока возьмите средний и заранее просчитывайте сколько у вас будет петель и сколько будет столбиков потому что если ошибетесь распустить будет возможно но сложно вот и так сегодняшний узорчик съемку не предлагаю потому что съемка очень мутная на экране будет выглядеть еще хуже поэтому наблюдать за руками раппорт узорчика сегодня 10 петель и силу того что крючок маленький тоненький ниточка тоненькая буду набирать 41 воздушную петельку то есть четыре раппорта и одну петельку буду дополнительно чтобы красиво узорчик закончился а вы набираете сколько вам будет удобно и так петелька фиксации для начала и 41 воздушная петелька поехали раз два наш будущий образец далее три петельки подъема раз два три считаем от крючка пятую петельку раз два три 4 5 накид в пятую петельку нырнули вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 это столбик с накидом и так мы будем шагать в каждую петельку нашей цепочки и провязывать столбики с накидом нам это необходимо для узорчика и нам дальнейшем будет намного удобнее вязать с верхушками наших столбиков нежели с петельками цепочек особенно новичкам поэтому аккуратненько монотонно вяжите первый ряд набирается всегда дольше чем остальные ряды вяжутся в общем провязываем так вот до конца ряда считаете сколько вы набрали петель их только должно быть столбиков если у меня 41 воздушная петелька должен получиться сорок один столбик с накидом первые три петельки подъема тоже считаем как столбик 1 2 3 4 5 6 столбиков я уже провязала давайте до конца ряда провязываем здесь в конце ряда я вас встречаю несложно у вас получится смотрите вот наш первый ряд так скажем готов да теперь смотрите набираем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот и одну воздушную петельку по узорчик далее делаем 2 накида возвращаемся опять к этому же столбику и провязываем столбик с двумя накидами по схемке конечно все столбики в данном узорчике с одним накидом но я решила что двумя будет интереснее покажу вам как бы в чем интерес будет 1 воздушная петелька теперь смотрите мы получается пропускаем 4 столбика 1 2 3 4 и в пятый столбик провязываем 4 столбика с двумя накидами 1 столбик с двумя накидами не просто захотелось чтобы данном узорчики были скажем удлиненные столбики 2 столбика с двумя накидами сюда же 3 и сюда же 4 4 столбика с двумя накидами понятно 2 воздушные петельки и опять сюда же возвращаемся и 5 провязываем 4 столбика с двумя накидами 1 2 3 и 4 и у нас как бы получился вот такой вот удлиненный большой красивый веерочек идем дальше воздушная петелька опять два накида пропускаем 4 столбика 1 2 3 4 в 5 провязываем столбик с двумя накидами воздушная петелька и сюда же опять ныряем столбиком с двумя накидами нас формируется вот такая вот рогатка так вот назовем вида рога . то есть веерочек рога . дальше будет опять веерочек воздушная петелька опять делаем 2 накида пропускаем 4 столбика раз два три четыре в пятый провязываем 4 столбика с двумя накидами 1 2 3 и 4 2 воздушные петельки и опять сюда же вернулись и провязали точно так же 4 столбика с двумя накидами 1 2 3 и 4 понятно да вот по очереди веру чик рогатка веру чик дальше на свет рогатка воздушная петелька 4 столбика пропускаем и в пятый столбик провязываем опять рога . столбик с двумя накидами воздушная петелька и столбик с двумя накидами несложно несложно вот таким вот образом провязывайте до конца ряда а в конце ряда его встречаем договорились смотрите вот наша первоначальная красота заканчиваем точно так же мы рога . да в самый последний столбик провязываем два столбика с двумя накидами между ними одна воздушная петелька далее провязываем опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот воздушная петелька по узорчику по итогу получается 5 воздушных петелек 2 накида и ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик с двумя накидами у нас получается такая же рога . над рога . есть далее смотрите делаем 2 накида и теперь внимательно смотрите как мы будем провязывать все четыре эти столбика с двумя накидами нырнули в первый столбик вытянули ниточку провязали 1 провязали 2 стоп 2 накида следующий столбик нырнули вытянули ниточку провязали 1 провязали 2 стоп держимся на крючке 2 накида точно также провязали 3 столбик стоп и точно также провязали 4 столбик теперь у нас крючке получается 5 петелек мы их провязываем все вместе раз и зафиксировали ведь и . получился вот такого длинный лепесточек листочек лепесточек далее что мы делаем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 и присоединяемся вот арочки помните из 2 воздушных петель и провязываем столбиком без накида 4 воздушные петельки 1 2 3 4 делаем 2 такой же листочек вот наши четыре столбика точно также провязываем их вместе с одной верхушкой 2 петельки 2 петельки стоп точно также второй столбик 2 петельки 2 петельки стоп точно также 3 столбик 2 петельки 2 петельки стоп и точно также 4 столбик 2 петельки 2 петельки теперь раз 5 петелек на крючке все вместе обязательно все провязали аккуратненько и зафиксировали вот вот такие вот нас два получились листочка далее воздушная петелька 2 накида и вот наша рога . и мы в эту рога . опять ныряем и провязываем такую же рога . столбик с двумя накидами 1 воздушная петелька и сюда же столбик с двумя накидами 2 нет все вот получается вот эта же рога . вот у нас в самом начале понятно нашего ряда все и вот так вот продолжаем вязать то есть опять переключаемся делаем лепесточек вот такой же листочек до 4 воздушные петельки столбик без накида 4 воздушные петельки и опять рога . два лепесточка рога . два лепесточка рога . все давайте до конца ряда самостоятельно а в конце да я вас встречаю смотрите наши листики готовы так что делаем дальше опять получать делаем 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот и еще одну воздушную петельку по узорочку получается у нас 5 воздушных петель так дальше опять 2 накида и вот в эту арочку до нашу рога . провязываем 4 столбика с двумя накидами полностью провязываем 1 2 3 и сюда же 4 есть далее воздушная петелька и смотрите внимательно получается там где у нас присоединялся до получается двух лепесточков столбик без накида вот мы в этот столбик без накида провязываем рога . то есть столбик с двумя накидами 1 воздушная петелька и сюда же столбик с двумя накидами 2 далее смотрите опять воздушная петелька и вот получается мы с вами перепрыгиваем полностью весь наш лепесточек опять вот в эту рога . и провязываем здесь такой же веерочек как мы самом начале провязывали 4 столбика с двумя накидами 2 воздушные петельки 4 столбика с двумя накидами поняли да то есть мы будем повторять самый самый первый ряд 1 столбик с двумя накидами 2 2 3 4 2 воздушные петельки и сюда же опять 1 2 3 4 то есть поняли да у нас получается повторяется полностью первый ряд вот наш первый ряд но просто мы его немножко сместили здесь у нас получается пол веерочка нашего да рогатка полноценный веерочек опять воздушная петелька и делаем рогатку там где у нас был столбик без накида ныряем и провязываем столбик с двумя накидами 1 воздушная петелька и сюда же столбик с двумя накидами 2 поняли да все то есть ваша задача провязывать точно так же как самый первый ряд видите только получается с небольшим смещением то здесь у вас будет рогатка получается там где рогатка у вас будет веру чик там где у вас или песочки соединяются вот здесь будет рогатка а там где рогатка опять будет веру чик все давайте до конца ряда самостоятельно в конце да я встречаю смотрите вот очередной рядок наш готов да теперь помним да что мы должны в каждом веерочке получается сделать вот такие вот листики если у нас здесь пол веерочка не будет один листик и так смотрим воздушную петельку делаем поворот и сюда же в этот же столбик ныряем провязываем столбик без накида далее 4 воздушные петельки 1 2 3 4 2 накида и вот эти вот наши четыре столбика будем провязывать вместе с одной верхушкой и так нырнули провязали стоп 2 накида нырнули провязали стоп 2 накида и нырнули провязали стоп теперь все петельки провязали вместе и зафиксировали есть далее там где получается у нас идет рогатка мы точно также провязываем на дне рогатку то есть накид на вернее накида и провязываем столбик с двумя накидами 1 воздушная петелька и столбик с двумя накидами 2 есть и переключаемся сразу же на следующий листик поняли да все то есть вас повтор получается повторение вот этого нашего второго ряда понятно рогатка листики рогатка листики помните да то есть если что смотрите вот предыдущий ряд и у вас все получится давайте до конца ряда в конце ряда его встречу смотрите красота наша постепенно растет растет а дальше получается третьим с вами делаем все то же самое что мы делали в самом первом ряду то есть мы начинаем провязывать рога . 4 воздушные петельки повару и 1 воздушная петелька по узорчику 2 накида и сюда же вернулись в этот же столбик и провязали столбик с двумя накидами формируется вот такая вот рога . далее воздушная петелька и вспоминаем да что врага . мы провязываем столбики с двумя накидами то есть формируем веерочек поняли да то есть все получается провязала мы получается уже будем повторять наш вертикальный раппорт нашего узорчика сейчас делаю 3 4 поняли да то есть получается сам сам раппорт узорчика нашего вот он два ряда всего 1 2 здесь получается вы просто переместили сделали шахматном порядке 1 2 ну и либо вы можете так вот посчитать что 1 2 3 4 а дальше опять начинается 1 2 3 4 1 2 3 4 по идее это всего лишь только два узорчика поняли поэтому очень легко очень просто очень красиво давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим что в итоге получилось договорились все встречаемся через несколько рядочков и так смотрите вот я провязала получается буквально всего лишь один вертикальный раппорт узорчика но принцип уже понятен да видите то есть 2 рядочка 2 рядочка повторяется 2 рядочка повторяется вот такая вот нежная ажурная красота получается за счет воздушных петель и красота очень хорошо тянется видите он получился меня такого смотрите длинный давайте замерим если набирали 41 воздушную петельку получается этой же пряжи этим же крючком да вот начинаем отсюда видео 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 это аж смотрите чуть ли не 28 сантиметров видите какой он получился длинный образец но высоту не очень большой два четыре шесть рядочков и первоначальный дает нас был скажем 7 давайте замерим сколько это будет сантиметров за счет того что столбики у нас с двумя накидами будет узор чуть чуть по длине и да вот на 10 и чуть там 10 4 до 10 сантиметров вот такая вот красота легкая нежная ажурная это что это палантин это летний кардиган летняя кофточка вы можете вязать не с двумя накидами да я уже говорила в начале видео что я вижу столбики все с двумя накидами а по узорчик у они идут все с одним накидом то есть он будет чуть меньше чуть компактнее не такого как бы воздушно не такой ажурный да но тоже ажурный легенький интересненький что это может быть это может быть жиле . до под низом будет что какая-то красивая для контраста блузочка вода лазочка да вот так что кто вязал данным узорчиком рассказывайте что вязали какими ниточками нам это очень интересно кто не вязал давайте спланируем что можно интересное связать легкое опять же если это будет летние ниточки да то это естественно летние изделия если это будет зимние тачки тут естественно зимой шарфики до снудики и так далее вот надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки обязательно подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал впереди много новинок нажимайте на колокольчик на самый верхний до колокольчик для того чтобы узнать когда на канале появляются новинки делитесь друзьями с подружками в соцсетях также нажимайте внизу под видео плюсик вы сохраните себе свои плейлисты можете посмотреть в удобное для вас время всем ровных петелек встретимся в новых видео пока пока